Главные проблемы, ничего нового здесь тоже не скажу, это низкая эффективность государственной власти и коррупция. Органы местного самоуправления то и дело сотрясают и коррупционные скандалы. Коррупция – препятствие для развития России. В последние годы нам многое удалось сделать для развития здравоохранения. Базовый вопрос – это реальный переход к страховому принципу здравоохранения. В течение следующего года здесь необходимо завершить переход к страховым принципам. Отладить все механизмы, чтобы не было сбоев. Со следующего года российское здравоохранение полностью переходит на страховые принципы. Сегодня продолжительность жизни в России за последние четырехлетия выросла почти на два с половиной года. Это хороший показатель. И превысил 70 лет. Выросла продолжительность жизни. Россия впервые признана благополучной страной. Это государство, где средняя продолжительность жизни превышает 70 лет. Рост продолжительности жизни. За десятилетия она увеличилась более чем на пять лет. И в текущем году, по предварительным оценкам, превысит 71 год. Мы должны действовать не путем запретов и ограничений, а укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Переданные нам предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее. Если продолжим последовательный курс национального развития, будем впрягаться в общую созидательную работу. Я абсолютно убежден в том, что опираясь на лучшие традиции нашего народа, мы обязательно добьемся поставленных целей и выполним все стоящие перед нами задачи. Мы решим все стоящие перед нами задачи и обязательно добьемся успеха. Мы будем идти вперед вместе. И вместе обязательно добьемся успеха. Но мы по-прежнему далеки от нужных нам показателей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...